Чем красивее место, где человек живет, тем красивее и лучше во всех смыслах становится его жизнь. Здравствуйте, меня зовут Оксана Пресевок, я психолог и стилист. Действительно важно, чтобы человека окружало как можно больше красоты. Ведь мы по себе все замечаем, что если мы чувствуем себя красиво одетыми, мы чувствуем себя увереннее. Соответственно, когда мы находимся в красивой среде, когда нас окружают прекрасные предметы, мебель, интерьера, мы чувствуем восхищение, удовольствие и какие-то импульсы для творчества. И важно понимать, что не все рождаются с рожденным чувством прекрасного, так сказать. Его можно формировать, его можно воспитывать в себе. Для этого и есть вот этот прекрасный инструмент, это наблюдение за внешней красотой. Это и красивая еда, и фильмы, и архитектура, и предметы искусства. И чем больше этого в нашем окружении, тем больше мы можем, соответственно, и отдавать, тем больше мы напитываемся для того, чтобы создавать собственный красивый проект. Если подытожить, чем больше мы наполняемся красивым и окружены этим, тем больше мы можем отдавать этого в мир. Светительную роль архитектуры очень сложно переоценить. Ведь мы находимся в этом пространстве, в этой среде постоянно. Это влияет буквально на все наши органы чувств. И звуки на нас влияют. И, естественно, то, к чему мы привыкли воспринимать, это пропорции, цветовой колорит и все прочее. То есть какое-то ощущение себя в пространстве. Огромное значение имеет какая-то застройка. Все-таки вот, например, типовая застройка, это серые монолитные здания, они вызывают скорее чувство иныне и не дарят нам вдохновения. Тогда как застройка тщательно продуманная, интересная и разнообразная, она как раз-таки дает нам возможно чувствовать базово себя хорошо и поэтому иметь возможность творить что-то свое, что-то новое и чувствовать себя гармонично. Хороша тенденция, что в последнее время застройщики и архитекторы обращаются к помощи психологов для того, чтобы разрабатывать какие-то... Обращать внимание на то, что важно для человека, как ему важно проживать жизнь. Это делается и в общественных зданиях. Особое значение это имеет, конечно, в жилых пространствах, потому что жилье — это то место, куда мы приходим за спокойствием, за вдохновением, за отдыхом, где мы наполняемся. Сами не понимая, почему мы бессознательно тянемся к благоустроенной и интересной среде. В современном мире по-прежнему есть тенденция отрицательное влияние архитектурной среды, типовой застройки на наше восприятие, на качество жизни. Причина этому — экономия средств, экономия времени. И, в общем-то, то, что многие поколения, начиная с советских времен, собственно, и жили вот в этой вот среде, серости и однотипности, и что не было какого-то упора на уникальность, и было упор на количество, нежели чем на качество. Сейчас уже мы понимаем, что среда несет огромную воспитательную функцию. И чем больше мы наполняем ее уникальностью и разнообразием, тем больше возможности тренировать свой эстетический интеллект, свою зрительную мужцу и наполняться новым качеством жизни. Очень важно уделять внимание этому, особенно в общественных зданиях, особенно там, где воспитываются и растут наши дети, садики, детские школы и так далее. Ну и, конечно же, жилье. Это наше каждый день. Представьте, что у вас есть возможность выбирать, чем кормить наш мозг. Я имею в виду качество визуала. Чем более качественный этот визуал, чем больше там эстетики и разнообразия, тем более гармоничной, интеллектуальной, интересной личностью мы становимся. В факультете нам много рассказывали и показывали на практике, насколько эстетика здания идет неразрывно с его функциональностью. То есть грамотные планировочные решения, хорошо продуманный функционал, маршруты, собственно говоря, поведение людей, как они будут вести себя внутри, неразрывно связано с тем, как здание будет выглядеть. То есть получается, что красота здания идет изнутри наружу. Низкокачественная однотипная застройка деформирует чувство прекрасного у горожан. Это влияет на жизнь всего города, потому что среда является непосредственным продолжением нашей жизни. Эстетический интеллект — это развитый вкус и способность человека воспринимать, чувствовать, интерпретировать прекрасное. Собственно говоря, ресурсы для восприятия бесконечное множество. Это и музыка, это и творчество чьего-то, это и скульптура, это и, собственно говоря, какой-то закат над морем или просто лучи утреннего солнца на стенке в спальне. То есть все это может служить для развития эстетического интеллекта. Продуманная архитектура является прекрасным проводником в мир эмоционального интеллекта, в мир эстетического интеллекта как у взрослых, так у детей. Особенно важно уделять этому вниманию для детей, потому что среда, в которой они растут, по сути их формирует, их воспитывает. И является как бы проекцией того, как ребенок воспринимает мир. То есть если он живет в серой застройке, в безликой, в обезличенной, я бы даже сказала, то и мир он воспринимает достаточно плоско. Тогда как если он живет в современной застройке, продуманный, функциональный, эстетичный, красивый, он может творить на основе этого что-то новое и что-то особенное. Красота природы, красота всего живого, это, пожалуй, самый естественный, самый главный, самый важный, самый бесценный ресурс для человека, самый важный вид красоты для него. В нем очень много естественности и плавности. Наблюдать за природой — это бесценная пища для ума и для души человека. Поэтому очень важен контакт с природой. Очень важно быть рядом, прикасаться, чувствовать, ощущать и жить этим. Именно влияние природы на нашу внутреннюю красоту я считаю самым важным. И вот почему. В природе существуют естественные циклы. Это день, ночь, это зима, лето, это жизнь, смерть, это вдох и выдох. Здоровая цикличность подразумевает смену периодов напряжения и концентрации, периодами расслабления. Очень важно понимать, что это должна быть смена. А в современном мире людям свойственное достигаторство. Они стремятся к каким-то целям. Это действительно вначале очень зажигает. Вот это вот напряжение, оно пока это органичный вдох, действует как какой-то аккумулятор, как зажигание, как какое-то вдохновение. Но в результате, когда это происходит сегодня вдох, завтра вдох, послезавтра вдох, в этом месяце вдох, в следующем, когда это происходит бесконечно, этот цикл не прерывается на снятие напряжения, мы приходим к какому-то моменту совершенно выгоревшими, опустошенными, там, где цель совершенно не оправдывает средства. И вот здесь очень важно обратиться к природе. Она как естественный лекарь. Поможет нам восстановиться, поможет нам понять то, ради чего все затевалось, поможет нам соединиться с нашей природой и с нашим самим собой. Существует множество медицинских исследований, которые доказали, что пациенты, которые содержатся в госпиталях с непосредственным выходом на природу, с возможностью контакта с ней, восстанавливаются быстрее, меньше нуждаются в обезболивании. По сравнению с пациентами, которые содержатся в стандартных медицинских учреждениях. То есть природа и правда лечит. Это огромный ресурс. И понимаете, люди со временем находят возможности оказаться в пространстве с непосредственным контактом к природе. Дарить себе эту возможность, дарить себе возможность быть ближе к этому безграничному ресурсу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова